Добрый день! Сегодня я рассказываю о самой недорогой модификации RUZE GREEN. Можно назвать условно RUZE GREEN MINI. Внешне она похожа на свои более старшие модели, но она дешевле всех, поэтому рекомендуется для использования в домашних условиях для участников, которые не доверяют студиям и хотели бы оцифровать свой архив самостоятельно. Значит, чем эта модель отличается от своих более старших собратьев и что в ней общего? Ну, во-первых, конечно, мы не могли шертывать качеством картинки, поэтому оптический блок здесь точно такой же, то есть полностью переделана схема крепления объектива. Здесь используется кинопроекционный объектив 16КП, точно так же, как и в старших моделях. Поэтому картинка будет ничуть не хуже. Поэтому здесь никаких компромиссов. Такой же зеленый блок. Ну, единственное, источник освещения попроще. Можно установить два уровня яркости. Ну, так же было в оригинальной Руси с обычной галогенной лампой. Здесь сзади был переключатель. Вот, яркость немножко менялась. Вот здесь то же самое, только на этот раз источник светодиодный, но его яркость меняется так же ступенчато. Вот это практически вот так выглядит. Вот это маленькая яркость, это большая яркость. Точно так же, как в более старших моделях, здесь находится индикатор скорости кадров, который вспыхивает раз в 8 кадров. Таким образом можно аккуратненько снижать скорость до необходимой. Для захвата обычно это не более 7 кадров в секунду. То есть можно взять секундомер, руки или таймер, или часы, и настроить скорость движения. Вот. И в таком режиме захватывать. Так как источник света здесь точечный, это несколько светодиодиков, расположенные близко, то чтобы сделать свет более равномерным, применяется молочное стекло. Вот оно здесь. Оно на крышке. Поэтому качественный захват возможен только с закрытой крышкой. В общем, молочное стекло является рассеивателем. В результате засветка кадра получается такой же равномерный, как и при использовании более совершенных источников света. Теперь я покажу немножко внутренности этой руси. Здесь никаких изменений на глаз практически не видно. То есть сохранён оригинальный мотор руси, срезаны лопасти обтюратора, как и положено, потому что метод предполагает, что они срезаны. Изменена регулировка натяжения грейпфера под низкую скорость. Ну вот, датчик скорости. Здесь вот, выход на светодиод в этом месте. Значит, компромисс в том, что источник света не регулируется плавно, а регулируется ступенчисто. Две ступени. Это раз. Во-вторых, двигатель оригинальный и никаких схем для его стабилизации не предусмотрено. То есть, возможно, на медленной скорости он будет работать не очень устойчиво. Возможно, двигатель будет перегреваться, если работать долго, потому что никаких дополнительных систем охлаждения здесь нет. Всё штатное. Удобство замены пасека. Соответственно, здесь она, как в Руси, нужно тратить много времени, расцеплять зрение цепи. Ну вот, кратце и всё. Управление в этой машине точно такое же, как у обычной Руси. Но у бюджетной модели есть и одно преимущество по сравнению с более дорогими моделями. В силу того, что управление мотором здесь не изменено, то, как и в обычной Руси, кинопроектор можно использовать не только для медленного проигрывания плёнки, но и для быстрой перемотки. Продолжение следует... Так, ну вот. Сейчас посмотрим. На месте. Можно вперёд, можно назад. Кому нравится по заднему фронту, пожалуйста. На мой пинетар. Вот вкратце и всё. Более подробно о моделях зелёных Русей я уже рассказывал. Кому интересно приобрести подобную модель, можете обращаться к нам на сайт. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok